Всем доброго времени суток, так как вам понравился прошлый ролик, я решил продолжить данную тему. Кого же купить за 32к? Бойцы, маги и поддержки. Ну что ж, погнали! Пятое место. Пакиту. Довольно сложный персонаж в управлении является мобильным и актуальным героем, но из-за того, что сила в лейте пропадает, является, ну, не таким уж сильным героем. Радиус применения способностей низок, поэтому чаще всего берут в лес, нежели в опыт. Поэтому Пакиту. Пятое место нашего рейтинга. Четвертое место. Гвеневра. После бафа стало проще и удобнее играть на данном персонаже. Помимо второго наука, может подбросить даже с первого, если настакать пассивку. Она является довольно легким героем, что не уступает многим в силе. Поэтому данный персонаж занимает четвертое место нашего рейтинга. Третье место. Чу. Актуальный герой на слышании по тик-тука своей ужасающей силы, что под вышкой, что в кустах способен забрать врага. Даже в лейте сила не пропадает, так как способен одиночную цель убить лишь одной ультой. Так что, ребятушки, смело покупаем за 32к. Второе место. Чонг. Этот парень представляет угрозу всей мете. Одиночные бойцы для него не страшны, так как способен красть жизненные силы. Не лейтвы, но в замесах силен, поэтому может не дать даже дойти до лейта. Приятный герой в определении, поэтому смело покупаем за 32к. Первое место. Руби. Ну, конечно, именно Руби способна принять большое количество урона, при этом обладает своим вампиризмом, что в начале, что в лейте сильна. Геймплей очень простой. В командных замесах может принять роль танка из-за высокого здоровья и защиты, ну или бойца, так как имеет высокий урон и вампиризм. А ты ставь бойцовский лайк, а мы продолжаем. Пятое место. Кагура. Имеет высокий урон по одиночной цели. Раздражительно тем, что имеет рывок за счет зонтика. И, к примеру, она еще имеет 2 ульты, за счет которой она может нанести летальный урон. Плюс еще один секрет. То, что она может стоять в кустах и забрать одиночную тонкую цель. Она специализируется на тонких целях. Поэтому, ребятушки, смело покупаем за 32к. Твертое место. Лои. Имеет направленный урон. Стакает читы себе за счет попадения во врага. Является актуальным героем. Можешь забрать несколько героев одновременно. Что на ранней стадии игры носит невероятно мощный урон. Что в лейте. А также имеет ульту. Телепортация, которая способна ее отправить в замес. Или же отправить на базу. Поэтому, ребятушки, покупаем ее за 32к. Третье место. Вейл. Имеет направленный урон по всем целям. Также имеет ульту, которая может стянуть или нанести колоссальный урон. Так как этот персонаж имеет выбор в качестве способностей. Поэтому Вейл занимает третье место нашего рейтинга. Второе место. Валентина. Способна хилиться, раздражает многих игроков одной фишкой. Способна воровать чужие способности, что делает ее им бой. А также обладает контролем, что не дает уйти с поля зрения. Так как персонаж способен воровать ульту того же Вейлу. Убить всю вражескую команду. Она находится в бане уже долгое время. Силен. Один без напарниц отлично играет на арене. Если в начале урона довольно мало, то в лейте урона слишком много. Я на своей шкуре осознал, что у него урона даже слишком много. Поэтому он в бане долгое время, ребятушки. Он является очень легким героем. Поэтому покупаем его за 32к. Пятое место. Дигги имеет антикотроль за счет ульты. Также бомба, которую он может поставить и взрывать врага. Так как если мы собираем в мага, урона довольно много. Также за счет второго навыка мы можем вернуть врага и замедлить. Поэтому данный персонаж занимает пятое место нашего рейтинга. Четвертое место. Флорин. Из-за того, что способна хилить героев, так как еще накладывает баф на союзного героя. Кстати, она хилит не хуже, чем Эстас. Она способна хилить за счет своей ульты всех союзников на карте. И еще имеет магический урон с оглушением. Поэтому, ребятушки, покупаем ее за 32к. Третье место. Ангела. Единственный персонаж, который может вселяться от своих союзников, при этом ускоряя скорость выдвижения. А также используется способности во время вселения. Поэтому данный саппорт очень хорош. Также может составлять различные комбы с данным персонажем. Смело покупаем данного персонажа. И этот персонаж занимает третье место нашего рейтинга. Второе место. Матильда. Имеет способности, которые вплотную могут нанести урон врагу. За счет рывка может забрать союзников с поля боя. Или же отправить их в замес. Также имеет очень большое здоровье в зависимости от сборки. Поэтому этот персонаж является очень играбельным. И стоит покупать за 32к. И данный персонаж занимает второе место нашего рейтинга. Первое место. СС, как мы все знаем, имеет способности хила. Который хилит нашего союзника или союзников. А также имеет способности замедления, спасивки или же со второго навыка. Чаще всего собирают в танка. Поэтому смело покупаем его. И этот персонаж занимает первое место нашего рейтинга. Кстати, ребятушки, если вам понравился ролик, подписывайтесь на канал. Еще, кстати, я хотел бы добавить то, что если вы хотели убрать с данного топа каких-либо персонажей или добавить, то смело пишите в комментариях. И кого же купить за 32к. Тут новые темы и новые обсуждения. С вами был Мистер Детектив. И до скорых встреч. Еще увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok